Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в отношении них находятся на постоянном контроле уполномоченных органов. В регионе ведется активная работа по предупреждению распространения синтетических наркотиков. О преступлениях и происшествиях смотрите в нашем выпуске. Профилактика преступлений, совершаемых подростками, является одним из направлений работы правоохранительных структур. Данные свидетельствуют о том, что подрастающее поколение не всегда может отличить хорошие поступки от плохих, сулящих серьезные наказания. Суть острой проблемы была рассмотрена на совместном заседании областной прокуратуры и Акимата. Стороны обсудили эффективные моменты защиты несовершеннолетних и профилактики правонарушений с их участием, предложили пути решения. Сколько бы ни говорилось, что о безопасности детей в центре внимания, факты кибербуллинга, жестокого обращения, насилия, самоубийства, об этом свидетельствуют данные. Так как же все-таки обезопасить сегодняшнюю молодежь? Тем вопросом в ходе совместного заседания областного Акимата и прокуратуры региона задался Аким Ербол Корашукеев. Что касается работы, которая проводится в отношении несовершеннолетних и с их родителями, то она фиксируется лишь на бумаге. У нас нет специальной медицинской социальной базы по учету оказываемых услуг. И в этой связи Управление образования совместно с ответственными государственными органами поручают до начала нового учебного года разработать предложение по внедрению специальной базы. Сейчас по области на учете состоят 245 несовершеннолетних детей из неблагополучных семей. Показатель неутешительный. По словам специалистов, такая ситуация складывается в результате неучтенных проблем в школах. Неисполнение протоколов комиссии, формальные решения на бумаге, а не на деле, считают ответственные специалисты. Одной из причин неэффективности профилактических работ является отсутствие инспекторов в школах. Региональный инспектор, который отвечает за несколько школ, не успевает уследить за ситуацией. Работа территориальных комиссий носит формальный характер. Проводят с ними работы, которые не приносят предполагаемого результата в профилактике правонарушений. Участие в воспитании современного поколения – одна из задач, которой нельзя пренебрегать. Необходимо объединить усилия и принять меры, чтобы избежать сложных ситуаций. При этом важно повышать правовую грамотность и увеличивать контент, превозносящий ценность семьи. Аким области отметил, что необходимо взять на контроль учреждения образования. Он также обратил внимание на роль школьных психологов. Директор школы народа, проблема... Директор, руководящий школой, должен, как никто другой, знать о проблемах. Если не встречаться с этими людьми, как можно узнать о проблемах? Поэтому проводите встречи с ними. Нужно выслушать имеющиеся проблемы и найти пути их решений. Если это проблема районного масштаба, доводите до руководства района. Если областного уровня, то говорите нам. Мы готовы обсудить их. Нужно обсудить вопрос установления и подключения камер видеонаблюдения в интернетах области к Центру оперативного управления областного департамента полиции. По итогам совещания стороны вынесли ряд предложений и договорились работать под ним совместно. По инициативе Департамента комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Жамбулской области проведена встреча с студентами колледжей Тараза, на которой речь шла о профилактике наркомании в обществе и борьбе с наркопреступностью. В последние годы проблема наркомании среди молодежи стала одной из самых острых социальных угроз. В ответ на это надзорные и правоохранительные органы, государственные структуры, общественные организации, учебные заведения предпринимают комплексные меры по профилактике наркомании и борьбе с наркопреступностью. По итогам стат данных на истекший период 2024 года совершено 203 наркопреступления. Данные преступления совершены 125 лицами. Из них одно лицо, не достигшее совершеннолетия, студент высшего учебного заведения, который занимался доставкой психотропных синтетических наркотиков через телеграм-канал. Борьба с наркопреступностью требует скоординированных действий различных государственных структур. Правоохранительные органы проводят регулярные рейды и операции по выявлению и задержанию наркоторговцев. В ходе встречи специалисты рассказали о физиологических и психологических последствиях употребления наркотиков, а также о наказании за изготовление, хранение и распространение психотропных веществ. Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбулской области за 5 месяцев 2024 года было выявлено в сфере наркотиков 213 преступлений, изъято из незаконного оборота 497 килограмм различных наркотических средств. Профилактика наркомании и борьба с наркопреступностью требует совместного подхода и активного участия в всех слоях общества. Только совместными усилиями можно остановить эпидемию наркомании среди молодежи и создать условия для здорового и безопасного будущего. Месячник во борьбе с наркоманией в Жамбулской области начался с широкомасштабных профилактических мероприятий во всех районах с участием государственных и неправительственных структур. Они в первую очередь направлены на детей, подростков и молодежь. На встрече полицейские с учениками поговорили на тему профилактики и употребления запрещенных веществ, пропаганды здорового образа жизни, формирования осознанного и ответственного отношения к себе и ведения здорового образа жизни. Более 400 учеников поддержали челлендж «Нет наркотикам». Также были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ. Специалисты кемиологической службы ДП вместе с питомцами служебно-розыскными собаками продемонстрировали навыки по поиску и обнаружению наркотиков. Так называемые традиционные наркотики, психоактивные вещества, токсические вещества, алкоголь, табак – все они так или иначе влияют на функционирование мозга. Мы хотим донести до подрастающего поколения важность формирования здоровых привычек еще с юных лет и призываем родителей стать примером для своих детей. У зависимого человека нет никаких перспектив, отметили полицейские. Противодействие незаконному обороту наркотических средств – содействие предпринимательского сообщества в вопросах профилактики наркомании в молодежной среде. На такую тему на площадке региональной палаты предпринимателя «Тамикен» был проведен круглый стол. Предпринимательское сообщество играет важную роль в обществе не только в экономическом плане, но и в социальной сфере. Одной из важных задач для бизнес-сообщества является содействие профилактики наркомании среди молодежи. Предприниматели могут оказывать поддержку различными способами. В первую очередь, это может быть проведение информационных кампаний о вреде наркотиков, их последствиях и способах предотвращения употребления среди молодежи. Например, организация семинаров, лекций, круглых столов с участием специалистов в области наркологии и психологии. Почему мы проводим на базе легального оплаты предпринимателя «Атомикин»? Потому что здесь, как правило, чтобы предупредить опасность распространения наркотических средств в местах сбора молодежи. Как правило, это коммерческие объекты, это ночные бары, развлекательные центры, кафе, рестораны. Соответственно, чтобы нас предпринимательская поддержала в этом начинании. И, соответственно, здесь мы хотим прийти к единому какому-то решению. В ходе встречи состоялось обсуждение с представителями бизнеса общества региона, общественных и молодежных организаций, медицинских учреждений, уполномоченных правоохранительных и государственных органов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и содействия предпринимательского сообщества в вопросах профилактики наркомании в молодежной среде. Если мы сегодня эту тему затрагиваем, было бы хорошо, если наши взрослые как можно со всех сторон подошли бы вместе комплексно, чтобы оградить от такого отрицательного влияния наших молодых людей, а тем более детей. Содействие предпринимательского сообщества в вопросах профилактики наркомании в молодежной среде является важным шагом к созданию здорового и безопасного общества. Привлекая внимание к этой проблеме и совместными усилиями борясь с ней, мы можем обеспечить будущее нашей страны здоровым и процветающим, отметили присутствующие. В Жамбулской области составили новую карту произрастания дикорастущей конопли в Шустской долине. При борьбе с очагами произрастания наркосодержащих растений полицейские ранее использовали данные за 1989 год. Засоренность дикорастущей конопли по торгашним расчетам составляла свыше 138 тысяч гектаров. В прошлом году впервые за более чем 30 лет по инициативе начальника департамента полиции проведены исследовательские работы по составлению карты фактического произрастания дикорастущей конопли в Шустской долине. По итогам проекта выявлено сокращение полей дикорастущей конопли со 138 тысяч гектаров до 62 тысяч гектаров. Полученные сведения подтверждены АО «Казахстан-Гарыш-Сапары» путем аэрографической съемки. Полиция стала применять новые подходы в борьбе с наркобизнесом с учетом новых данных, которые позволят существенно стабилизировать наркоситуацию в стране. Карта позволит полиции вести системный контроль за фактическими площадями произрастания дикорастущей конопли, усилить работу по выявлению элит, занимающихся как изготовлением, так и употреблением запрещенных веществ. Согласно некоторым исследованиям, количество молодых людей, увлеченных синтетическими наркотиками в нашем регионе, растет с каждым годом. Это потому, что и много рекламы. Так, в ходе одной проверки правоохранительные органы выявили и стерли около 260 граффити-надписей, рекламирующих наркотики. Участие в мероприятии в рамках проекта «Тарас. Безопасный город» приняла и молодежь. Основная цель – профилактика наркомании и формирование у молодежи активной позиции по ВВЕ с распространением наркотиков. Если раньше такая информация передавалась из уст в уста и через социальные сети, то теперь доступ к ней стал открытым абсолютно для всех, в том числе и для подростков, наиболее уязвимой в этом отношении категории общества. По направлению профилактики наркомании среди молодежи с начала 2023 года Тарасским городским молодежным ресурсным центром организовано около 50 мероприятий, 20 акций, охвачено более 5000 молодых людей. По поводу контроля нераспространения наркотиков у нас есть несколько планов. Некоторые из них вам уже известны и в ходе данных планов предусмотрено несколько мероприятий с целью контроля наркотиков в Таразе. Также ведутся работы по закрашиванию граффити, которые являются способом распространения запрещенных веществ. Казахстан Пользуясь данной площадкой обращаемся ко всем предпринимателям в сфере сельского хозяйства. Главам крестьянских хозяйств с предупреждением о недопустимости передачи электронной цифровой подписи третьим лицам, которые могут оказаться мошенниками и использовать ЭЦП для получения субсидий без вашего ведома. Призываем фермерские хозяйства работать в легальном правовом поле, соблюдая действующее законодательство Республики Казахстан. Хищение бюджетных средств на сегодняшний день является актуальной проблемой не только для Казахстана, но и для большинства стран с растущей экономикой, когда государствам уделяются значительные суммы на развитие различных сфер и отраслей нашего общества. Выявление хищения бюджетных средств является одним из приоритетных направлений областного департамента экономических расследований. Им в данном направлении ежегодно выявляются многочисленные факты. Так, за предыдущие пять лет зарегистрировано 78 уголовных дел по статьям 189 хищения и 190 мошенничества Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мошенники, уже вникая в эти программы, уже сами едут в населенные пункты, знакомятся с главными крестьянских хозяйств путем внедрения в их клуб, путем мошенничества, злоупотребляют, так сказать, как в диспозиции по мошенниству говорят, их доверием, получают доступ к их ключам и, как уже отметил мой коллега, от их имени незаконно подают заявку на получение тех или иных субсидий. Указанные примеры – не единичный случай подобного мошенничества. На сегодняшний день установлено общее количество пострадавших крестьянских хозяйств о действиях мошенников, число которых превышает более 500. Агентством по финансовому мониторингу было организовано мероприятие «ФМ Онлайн-2024», где были обсуждены такие вопросы, как распознать финансовые пирамиды, кто такие дропы, как не нарушать закон в соцсетях. Форум направлен на повышение финансовой грамотности населения. Для блогеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в интернете, были разъяснены нормы законодательства для ведения легальной деятельности. Это уплата налогов, запрет на рекламу противоправного контента, предусмотренная ответственность и т.д. В онлайн-режиме были подключены 35 ведущих вузов по всей стране. В мероприятии задействованы первые лица нашего государства. Это шесть министров правительства Республики Казахстан, депутаты парламента, известные медийные личности, соответственно, руководители, создатели различных интернет-каналов и мессенджеров. Основная цель – это молодежь нашей страны в дальнейшем, чтобы они не попадались на удочки мошенников и, соответственно, как они грамотно, чтобы они грамотно, соответственно, построили свою работу в интернет-пространстве. Вторым отделом полиции разыскивается бедрости пропавший Ильич Манов Александр Сергеевич, 1995 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, 1-й переулок Токенова, дом номер 2, который 11 февраля 2024 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Худощавого телосложения. Рост 175-178 сантиметров. Волосы короткие и русые. Лицо овальные, глаза голубые, уши оттопыренные. Особые приметы. Страдает расстройством психики, шизофрения. На груди с правой стороны имеется татуировка буква В. На момент ухода был одет баллоневая куртка красного цвета с капюшоном, свитер черного цвета, камуфлированные трико зеленого цвета на ногах кроссовки черного цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего, убительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. И на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и напоминаю. Будьте бдительны и осторожны.